Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение психиатрические и лечебные учреждения, выдворение из страны и лишение гражданства, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам. Массовые репрессии, ГУЛАГ, слова из далекого прошлого? Нас привезли сюда умирать. Или настоящего? Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Это правда. И не только я хочу, и народ хочет этого. Можно ли вообще сравнивать советские репрессии и современные? А есть негодяи, которые уехали, живут за счет страны. Я с ужасом предвидел, что ведь это может повториться. Или уже повторяется. Силовики уже сами себя называют чекистами, как при Сталине. По-моему, ясно расстрел. Расстрел. Каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения. Сейчас, вы не 37-й год, правда? Проект отвечает на вопрос, каковы реальные масштабы политических репрессий в России? Как в 37-м или еще нет? Чтобы понять, насколько жесток режим, его нужно с чем-то сравнить. Последние два года путинскую Россию с чем только не сравнивали. И с гитлеровской Германией. Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Она оказалась несговорчивой. И со Сталинским СССР, с латиноамериканскими режимами, правыми европейскими диктатурами мы ограничимся сравнением с разными периодами советской истории России, но при этом мы не будем развешивать ярлыки наподобие «Путин хуже или лучше Сталина». Мы опираемся на факты и официальные цифры, насколько нынешний масштаб репрессий соответствует тому или иному периоду в прошлом. Когда речь идет о репрессиях, о гибели и страданиях миллионов людей, никаких оправданий этим преступлением быть не может. Этой речью Путин в 2017 году открыл памятник жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова в Москве. Символично, что прямо на этом углу заканчивались подавлением многие акции протеста, которые проходили в Москве уже после этого выступления Путина. И сюда, в 2024 году, москвичи несут цветы, чтобы почтить память Алексея Навального. Но репрессии в отношении ярких оппозиционеров или против людей в разных формах, проявляющих несогласие с политикой Путина, это только вершина айсберга. Массовые политические репрессии становятся массовыми, когда касаются всех слоев населения, людей разных политических взглядов по всей стране. И это написано в законе. Мы взяли статьи Уголовного и Административного кодексов, по которым судят за слова, за участие в митингах, за отказ воевать и за другие проявления несогласия с режимом. Как эти статьи применялись последние шесть лет, в последний путинский президентский срок. Во-первых, после начала вторжения России в Украину появился целый набор новых статей, по которым судят за несогласие с войной. И не только за это. Например, к известным статьям о фейках и дискредитации армии тут прибавляются те, что применяются реже. Неоднократная демонстрация нацистской символики, отказ от выполнения оборонзаказа, содействие диверсионной деятельности, или, например, есть и такая статья «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Кроме уголовных статей мы проанализировали и административные, которые подразумевают наказание за высказывания или другие проявления недовольства. И пусть по ним не сажают на годы в тюрьму, их применение в политических целях тоже часть репрессий. И административный кодекс, так же как и уголовный, ровно два года назад пополнился несколькими статьями, напрямую связанными с войной и запретом говорить о ней правду. Есть еще статьи уголовного кодекса, которые и до вторжения применялись как репрессивные и применяются до сих пор. За основу мы взяли раздел уголовного кодекса, который называется «Преступление против основ конституционного строя и безопасности государства». Если посмотреть на список статей этого раздела, то практически по каждой из них были политически уголовные дела, как, например, по госизмене или шпионажу, или о статье о призывах к экстремизму, который предполагает наказание за высказывание против государства. А в официальной риторике «Государство равно Путин». Атаки на Путина — это атаки на Россию. Сложив все вышеперечисленное, выходит, что мы рассматриваем статьи, введенные в 2022 году после начала вторжения, и статьи вышеупомянутого антигосударственного раздела. Уже получается больше 20 статей Уголовного кодекса, и это еще не все. Есть иноагентские статьи, которые подразумевают преследование за взгляды. Статьи за массовые беспорядки, за реабилитацию нацизма. Есть, в конце концов, статьи для военнослужащих, которые отказываются воевать в Украине. И отдельным пунктом, особняком, стоит статья 205.2 — «Оправдание терроризма». Забежим вперед и скажем, что это едва ли не самая используемая репрессивная статья Уголовного кодекса в России, согласно нашим подсчетам. Она используется гораздо шире, чем статья о фейках или о дискредитации армии. За примером далеко ходить не надо. Совсем недавно по ней на пять лет осудили социолога Бориса Кагарлицкого. Мы придрались к заголовку видео. Причем это все к двум словам заголовки. «Взрывное поздравление кота мостика». И сказали, что словосочетание «взрывное поздравление» — это поддержка терроризма. Еще по ней собираются судить Алексея Горинова вдобавок к сроку за фейки о российской армии. «Меня продолжают мучить, эти каждые два часа меня пытают, эти мне приходят». По ней судят математика Азата Мефтахова, о его деле мы расскажем подробнее. Многих других признанных политзаключенных и тех, кто войну и вовсе может поддерживать, Сергея Удальцова, например, тоже собираются судить за оправдание терроризма. В отдельном списке анализируемых статей административные, связанные с основными гражданскими свободами. Весь список статей, которые мы собрали для анализа, по ссылке в описании читайте текстовую версию нашего расследования на сайте Проектор. Важно оговориться, в России политические преследования не ограничиваются парой статей, которые написаны для расправы с политическими оппонентами, как было в СССР. Таких статей много, и они разбросаны по всему Уголовному кодексу, вплоть до раздела экономических преступлений. Алексея Навального в 2021 году посадили сначала по делу и Фраше за мошенничество и легализацию преступных доходов, а уже потом, после посадки в 2021-м, добавили срок колонии особого режима по экстремистским статьям. Я считаю, что все равно моя деятельность и деятельность моих проектов ваше мнение, чем просто конкретная судьба человека. Так что наш список далеко не полный. Но теперь перейдем к самим делам. Большую их часть рассматривают суды общей юрисдикции. Районные суды, военные, областные, суды республик, краев, городские суды. Всего их почти две с половиной тысячи. Электронная бюрократия в России устроена так, что каждое уголовное и административное дело, которое проходит через суд, должно попасть в систему газправосудия. Информация о деле должна быть доступна на сайте суда и в общей системе. То есть нам надо взять каждый из двух с половиной тысяч и посмотреть, рассматривал ли Ленинский суд Красноярска или районный суд села Большие Глушицы, дело по экстремизму или нет. И так со всем списком статей две с половиной тысячи раз. И да, мы это сделали. Мы собрали максимум возможных дел с 2018 до конца 2023 года. Общий массив данных по выбранным статьям. Сотни тысяч строк в таблице, за каждой из которой своя история, отдельный человек. Один из них мог быть вашим соседом, родственником или коллегой по работе. Вероятно, кто-то из ваших знакомых даже есть в нашем списке. Один из самых простых, но в то же время важных выводов, которому мы пришли во время подготовки исследования, состоит в том, что от государственного насилия не застрахован никто, ни известный оппозиционер, ни простой отбыватель, написавший безобидные комментарии в интернете. Да, значительная часть репрессий — это наказание именно за комментарии в интернете. Вот, например, в 2015 году Антон Павильчук из Амурской области написал в комментарии к новости в ВК два слова — «режь москалит». За этот комментарий только через четыре года, в 2019-м, его осудят на два года условно. Другой пример. Некий Алексей Мамаев из Астрахани оставил в ВК такой комментарий под постом о Булгакове. «Булгаков хоть и масон, жидов накал, а Путин тоже масон». Этот статус. Полтора года условно за несвязанные комментарии с упоминанием Путина. Сейчас, не 37-й год, правда? Чего хочешь, то и говори, тем более в интернете. Оба дела возбуждены по статье 280 — «Публичные призывы к экстремистской деятельности». Мы процитировали только два приговора, но их суды практически не публикуют. Из 1791 дела с 2018 года опубликовано лишь несколько десятков приговоров. Тысячи людей судят за слова, и мы даже не знаем, за какие, если случай не описан в СМИ или правозащитниками. И рекорд по числу дел, поступивших в суд — 2022 год начала вторжения России в Украину. Вообще ни одного приговора не опубликовано по другой репрессивной статье 205.2 — «Оправдание терроризма». Дела по ней рассматривают военные суды. Сама статья появилась в Уголовном кодексе аж в 2006-м, после ратификации Конвенции о предупреждении терроризма Совета Европы. В 2022 году Россию из Совета Европы выгнали, но статья в Уголовном кодексе осталась. С 2018 года ее применение растет бешеными темпами. Это ярко видно на графике. Но почему? Неужели в России рост терроризма? Посмотрим, сколько терактов совершалось в стране в эти же годы и обнаружим, что рост числа дел за непосредственно теракт, ну то есть, например, за взрыв с целью устрашения, не росло вплоть до прошлого года. Первый вопрос. Откуда многократный рост дел о терактах в 2023 году? Ответьте на него сразу, тем более, что ответ очевиден. Причина — война в Украине. Российские власти называют терактами любое военное действие на территории, которую считают своей. Больше половины возбужденных в 2023 году уголовных дел по статье «Теракт» прямо связаны с войной. Каждый пятый обвиняемый по этой статье родом из Украины. Многих ловят на оккупированных территориях, и невозможно достоверно узнать, что они совершили или готовились совершить. Таким образом, подрывы Крымского моста, прорывы в Белгородскую область или взрыв в Донецке и много чего еще квалифицируются и даже якобы расследуются силовиками как теракт. Ну что ж, друзья, бойцы русского добровольческого корпуса, который день контролирует населенный пункт «Новая Толожанка». И любое публичное упоминание этих событий может трактоваться как оправдание терроризма. И с начала 2022 года в российские суды поступило 805 дел по этой статье. И абсолютное большинство дел заведено неизвестно за что. Приговоры-то не публикуются. Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма. Символично, что эти слова Путин произнес в поздравлении ко дню чекистов 20 декабря. Ведь чекисты, а теперь они называют себя именно так, и борются с терроризмом. Национальный антитеррористический комитет возглавляет директор ФСБ Бортников. И второй вопрос чекистам 21 века. Почему в России с каждым годом все больше оправдывают терроризм, а число терактов при этом до 2023 года практически не менялось? И это учитывая, что Россия победила внутренний терроризм как явление еще в 2018 году. То есть мы его, конечно, в целом глобально не победили, но мы нанесли ему колоссальный урон, ущерб и уж точно совершенно изменили, кардинально изменили к лучшему ситуацию у нас дома в Российской Федерации. Ответ. Еще до войны эта статья стала использоваться для политических преследований и в назидание тем, кто что-то плохое говорит о самих чекистах. В 2018 году в Архангельске студент местного колледжа и анархист Михаил Жлобицкий взорвал себя в управлении ФСБ по области. Ранено трое силовиков, сам студент погиб. И перед этим он написал в чате. После этого по стране прокатилась волна дел об оправдании терроризма, связанного со взрывом в Архангельске. Наверное, самое известное против журналистки Светланы Прокопьевой, которую приговорили к полумиллионному штрафу за выступление на псковском эхе Москвы и за статью в издании «Псковская лента новостей». Об этом деле много говорилось, но отметим важное. В приговоре по ее делу прямо сказано, что оправдание терроризма заключалось во фразе «ФСБ оборзело», а ее отношение к теракту в Архангельске выражено в личной негативной установке в отношении правоохранительных органов. То есть дело вовсе не во взрыве, а в отношении к силовикам. По нашим подсчетам, преследованием, так или иначе связанным со взрывом в Архангельске, подверглись 105 человек. Да, сейчас врагов народа не расстреливают, да и сроки гуманнее, чем при Сталине, но факт в том, что за взрыв, который совершил одиночка, вследствие не нашло сообщников Жлобицкого, больше 100 человек подверглись силовому давлению. 56 из 105 — это уголовные дела. Все за оправдание терроризма и взбуждались они весь четвертый путинский срок. Последнее из известных на сегодняшний день — дело против Азата Мефтахова, который якобы оправдывал взрыв в Архангельске во время просмотра телевизоров колонии. 30-летний математик Азат Мефтахов 4 сентября 2023 года вышел на свободу после 3,5 лет заключения по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве. За это преследование Мефтахов признан политзаключенным, а его участие в поджоге убедительно не доказано. На свободе после отсидки математик находился считанные минуты. Его задержали по новому делу об оправдании терроризма. Его сокамерники, главные свидетели по новому делу, рассказали, что Мефтахов оправдывал взрыв, когда в колонии показывали новости по телевизору. Один из свидетелей — осужденный за групповое изнасилование Евгений Тружков. Причем изнасилование — не первое преступление, за которое Тружков получил уголовное наказание. До этого его судили за угон машины, слив бензина и кражу телевизора. Другой свидетель — Руфан Гаджимуратов, осужденный за грабеж. Он избил и обокрал женщину. До этого его судили за кражу сумочки, но тогда Гаджимуратов отделался мировым соглашением. Вот такие свидетели в деле Азата Мефтахова, которому теперь светит еще до шести лет колонии за оправдание терроризма. Один из свидетелей уже на свободе. Спустя неделю после того, как Мефтахова задержали на выходе из колонии, Гаджимуратов получил условно-досрочное. За грабеж он отсидел полгода вместо положенных полутора лет. Друзья, перед тем, как продолжить наш рассказ, я попрошу вас поставить лайк под этим видео и подписаться на YouTube-канал проекта. Также подписывайтесь на нашу рассылку и не забывайте поддерживать нас. О том, как это сделать, написано по ссылкам в описании. Помните, что расследование это дорого, но оно того стоит. Если подсчитывать возможную верхнюю планку репрессий, то необходимо учитывать все дела, которые возбуждались по перечисленным нами статьям. Сам факт того, что российские суды не публикуют или цензурируют приговоры, говорит о том, что, вероятно, репрессии шире, чем мы себе представляем. И только по статьям за оправдание терроризма и призывы к экстремизму с 2018 года поступило более 3300 дел. И это только по двум статьям. К этому числу нужно прибавить уголовные дела, которые возбудили по новым уголовным статьям. Напомним, что в 2022 году в Уголовном кодексе появилось десяток новых статей не только о фейках или о дискредитации армии. Если из новых статей брать только те, которые предполагают наказание за высказывание, например, о войне, то получится, что за неполные два года в российские суды поступило 313 уголовных дел. Например, по новой статье «Публичные призывы к деятельности, направленные против безопасности государства» осудили Артема Комардина. Это поэт, читавший стихи у памятника Маяковскому, которого после задержания, по словам адвоката, изнасиловали гантели. Он получил 7 лет. Убей меня, ополченец! Ствол тебе купят менты из бюджетных денег! Убей меня, ополченец! Стань десницей карающей! Кроме этих статей и обвиненных по ним, в наш анализ прибавляются дела по другим статьям, которые не прямо связаны с военной цензурой. Например, статья 275.1 конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством международной либо иностранной организацией. Такая госизмена Лайт. И в ней, в российских судах, 8 уголовных дел. Военные отдельная категория. После начала вторжения, и особенно после мобилизации, в российской армии появились отказники. Люди, которые не хотят воевать с соседом. Что с ними делает государство? Тоже сажают в тюрьму. Это в лучшем случае. Многие статьи военной части уголовного кодекса, связанные с бегством из армии, ужесточились после объявления мобилизации. Чтобы не бежали. И хотя эти статьи и до ужесточения предполагали заключение, в случае, например, составления воинской части, дела часто заканчивались штрафом или дисциплинарным наказанием, вроде урезания зарплаты. Сейчас все иначе. И кому-то за нежелание воевать или бегство с позицией дают по 15 лет строгого режима. И это людей не останавливает. Тысячи мобилизованных и контрактников бегут от войны, зная, что это уголовно наказуемо. Они предпочитают тюремный срок, войне и гибели. Только в 2023-м в российские суды поступило более 4,5 тысяч уголовных дел по статьям за оставление части, дезертирство, симуляцию болезни и неисполнение приказа. И это только поступившие дела. Многих военных и мобилизованных, очевидно, не пугает ни ужесточение сроков, ни показные дела. Первое появилось еще в ноябре 2022-го. Мобилизованные Юрий Дегтярев и Алексей Селиванов получили по три года как раз по статье о неисполнении приказа, которую широко применяют против отказников. Некоторые приговоры по другим делам можно назвать документами эпохи. Вот, например, дело восьми мобилизованных, которым дали от шести до семи лет строгого режима. Восемь калининградцев призвали по мобилизации, они не успели ее оспорить через суд, хотя и пытались, и оказались рядом с линией фронта с неисправным оружием. Когда им сказали идти на передовую, они взяли и пошли в обратном направлении, нашли гражданскую одежду с пулеметами, автоматами и патронами к ним, на попутках пытались добраться до Калининграда. С таким арсеналом сложно и по стране перемещаться, а уж попасть в анклав через госграницу вообще невозможно. Так что военные вскоре сдались полиции. Таких людей тысячи, и все они тоже часть репрессированных Владимиром Путиным. Не было бы войны, все они оставались бы дома и жили бы как нормальные люди. Если суммировать все эти категории, то получится, что уголовным преследованием за шесть последних лет подверглись 5613 человек. И это только за слова. С военными, которые бегут из армии, число людей вырастает до 11442 человек. И теперь самое интересное. Это число, оно вообще сопоставимо с чем-то? В постсталинском СССР людей репрессировали за слова по двум статьям Уголовного кодекса. 70-й, антисоветская агитация и пропаганда, и 190-й, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй. Подобных статей в Российском уголовном кодексе нет, но есть целый набор других статей, по которым, судя за слова, мы о них подробно рассказали выше. И если сравнивать их с данными по советским репрессиям, то получится, что Путин превзошел Андропова, Черненко, правившего 18 лет Брежнева и даже Хрущева в масштабах преследования собственных граждан. При Хрущеве посадили почти 4900 человек. При Путине – 5613. Брежнев, в сравнении с Путиным, вообще вегетарианец. За весь брежневский застой позадили меньше людей, чем за последний путинский президентский срок. Более того, в холодную войну в СССР за шпионаж и разглашение гостайны сажали меньше людей. В среднем за год только за измену родине в СССР преследовали чаще. Но тут важно учитывать, что тогда изменой считалась даже, как говорят сегодня, релокация в другую страну. Так что Путину еще есть к чему стремиться. И пусть эти графики наглядно иллюстрируют то, насколько Россия погрузилась в страшное прошлое, это еще далеко не весь масштаб репрессий в России. Ведь мы еще не рассматривали административный кодекс и то, как наказывают по его статьям. По ним судят гораздо больше людей, а сам кодекс тоже пополнился репрессивными нововведениями после начала вторжения в Украину. И пусть эти статьи не предполагают длинных тюремных сроков, наказание по ним мы тоже считаем репрессиями. Та же статья о дискредитации армии предполагает наказание за высказывание о войне. Но и до войны в административном кодексе были статьи, по которым наказывали за слова или участие, к примеру, в митингах. Некоторые административные статьи — первая ступень к уголовному преследованию. Нарушил два раза административку, например, за разжигание вражды и ненависти, получаешь уголовку по 282-й статье. Ее в 2018-м декриминализировали, но из-за введения аналогичной административной статьи абсолютное число преследуемых только выросло. Административные дела по другим статьям стали резко расти в 2021 году и продолжили рост после начала войны. Минимум 105 тысяч человек за 6 лет подверглись административным преследованиям за выражение своих убеждений, за слова. 105 тысяч административных дел поступили в российские суды общей юрисдикции, и это явно далеко не все. Какие-то дела рассматривают мировые суды, какие-то постановления выносятся полицейскими. Сложив административное и уголовное преследование, получится, что 116 тысяч человек подверглись преследованиям за слова и за вторжение Путина в Украину. 116 тысяч человек, и это только те дела, которые попали в суд общей юрисдикции. Какие-то не попали, какие-то рассматривают другие суды. И это еще далеко не все. По нашим подсчетам, за последние 6 лет почти 600 тысяч человек наказали за неподчинение представителям власти. В России есть две статьи административного и уголовного кодексов, которые по праву можно считать массовыми. Десятки тысяч людей судят за насилие в отношении представителя власти. Как правило, речь в этих делах идет о бытовых конфликтах. Кто-то выпил и что-то не поделил, потом поссорился с приехавшими полицейскими. Так получилось уголовное дело. Но последние 6 лет количество этих дел растет, хотя население России падает, как и число сотрудников МВД. Социологических причин для роста дел по этой массовой статье вроде бы нет. Одна из причин, почему число дел растет, заключается в том, что последние годы менялся, скажем так, порог боли полицейского. Если раньше для уголовного дела нужно было ударить полицейского, пнуть его, то сейчас уголовку возбуждают просто за угрозу. Мы анализировали только часть опубликованных приговоров, но и она говорит о том, что россиян стали судить по статье о насилии только за словесную угрозу. Согласитесь, есть разница. Ударить кого-то или сказать «я тебя сейчас ударю» или пригрозить кулаком. По этим статьям есть и политические дела, и яркий пример того, как силовики используют угрозу насилием для расправы над несогласными с режимом — дело против Самаридина Раджабова. Это участник акции протеста 2019 года вокруг выборов в Мосгордуму, куда не пускали независимых кандидатов. Раджабов, по версии следствия, бросил пластиковую бутылку около полицейского, и звук ее удара о плитку испугал силовиков, которые в этот момент дубинками разгоняли протестующих. Раджабова в итоге приговорили к штрафу, и то на фоне большой кампании в его поддержку и поддержку других арестованных во время протестов 2019 года. Наше исследование показывает, что подобные абсурдные дела используют не только для расправы над людьми, выступающими против власти, но и против обычных россиян. Силовики — самый защищенный класс в России. Они используют уголовный кодекс для защиты от россиян, которых сами же и должны защищать. А сколько людей уволили с работы из-за их высказываний? Сколько людей подверглись публичной травле? Сколько людей Путин выдавил из родной страны? Сколько людей не может жить так, как им хочется, потому что государство и Путин им запретили? Сколько людей гибнет из-за Путина и его войны каждый день? Он превзошел большинство советских вождей по уровню репрессии против собственного народа. И в этом отношении у Путина осталась только одна непокоренная вершина — Сталин и его большой террор. Проект. Узнайте впервые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова